Привет, друзья! С вами Кердекс и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Дисмантл. Мы с вами остановились на том, что забрались в северный райончик. У нас здесь снега, холода, одинокие дома, все дела. При этом всё, мы забрали всё-таки здесь точку, если я не ошибаюсь. А, нет. Мы с вами забрали только антенну нашу. Проблема в чём? Мы можем, конечно, попробовать пробежаться к запасу топлива, но я чё-то переживаю, что мы там замёрзнем нахер, и нам будет очень больно. Но я пока в этом не уверен. Давайте посмотрим, что у нас по апгрейдам. Я забыл совсем, что мы же получили с вами бандажи, но мы их не аппали. Мы можем прапать до трёх улучшений почти задаром. До четырёх улучшений. Четырёх бандажей за раз. А, здесь уже собака резину требует. А-та-та. Конечно же, следующая цель у нас по-хорошему должна быть мачете, потому что мы сможем поднять урон до тридцати. Это будет самое уронистое оружие в наших руках, что, естественно, улучшит наше положение. Так. И вот это нам нужно тоже, чтобы увеличить количество слотов в момент готовки. Так, что у нас по открытиям? По открытиям. По открытиям у нас открылись стандартные отмычки. Это как что? Это как фьючерс, то есть она не занимает никакой слот. Давайте возьмём стандартные отмычки. Не зря же я там выколупывал целые районы. Кварталы, жилые массивы. Так, что у нас здесь? Это что? Это тринка. Хотя это херня бонус. 50% шанс, что мы найдём несколько предметов, когда мы ищем предметы в ящиках, почтовых ящиках и так далее. Ну, это херня. Если бы такой мультипл шанс был 50% на добычу любого ресурса, это было бы очень хорошо. Но такая себе тринка, на самом деле, я не думаю, что её есть смысл брать. Так, гироскоп я вообще планировал взять. Пуша, стрейфы мы довольно часто юзаем. И плюс 20% стрейфов было бы хорошо. Нам вообще нужно две любые тринки, по-моему, скрафтить. Тогда мы получим дополнительный слот. Я же правильно понимаю? Сейчас инвентари. Тут у нас третий слот пока простаивает. Да, у нас есть только две тринки. Ещё одна, и мы получим второй слот. И спешл айтем, кстати, та же фигня. Точнее, два здесь, здесь один добавить. Ну, пока тратиться не будем. Фиг с ним. Так, где мы находимся? Мы, естественно, в жепе. Здесь агрессивный чмыри. Я хотел бы здесь попробовать найти три единицы... Так, я закрою, чтобы он не лез ко мне. Три единицы резины. Я вот сейчас смотрю скорость, с которой мы замерзаем. И мне немножко не по себе. Ну, хорошо, давайте условно предположим. Предположим. Что по такой гадской температуре... Мы решили всё-таки прогуляться до нужной нам области. А я не с той стороны пошёл, да? Нам, получается, наоборот, сюда надо. Ну, вот сейчас минус 18. Минус 19. Это прям очень жопошная температура... Бляха, собака, иди в жопу. Вторая собака, иди в жопу. Сволочек. Левел ап! Это, конечно, хорошо, но я, скорее всего, не доживу. Минус 20. Минус 23. Что с нами будет, когда заморозки пойдут по кожице? А, собака какую-то овцу грызёт. Пусть грызёт. Здесь ворота закрыты. Так, у нас начинает падать хп, я правильно понимаю? Сейчас перемотайся. Да, у нас очень хорошо падает хп. Ну, в принципе, с помощью бинтов можно, конечно, попытаться уйти в плюс по хп, но... Это всё равно плохая затея. Так, хорошо, здесь закрыты ворота. Каковы наши действия дальше? Тихо, тихо! Бляха, я не могу ещё отменить действия перемотки, твою мать! Собака! Он если уже начал перематываться, то всё. Сейчас по карте тогда глянем. Сейчас карта. А, так мы через эту антенну, скорее всего, и должны открыть ворота. Перестань орать. Так, нет. Эта антенна не открывает ворота. Подождите, а в чём подвох? По идее, если мы добежим там до костра, то, скорее всего, мы не замёрзнем. Но беда в том, что здесь стоят ворота. Рядом терминала нет. Да. Это же это же локация, да? Да, это одна цельная локация. Терминала там нет. Ну, давайте ещё раз пробежимся. Нам, в принципе, терять нечего. Мы как бы не пальцем деланные. Так, давай-давай, не мёрзни. Да, собаки, идите в жопу. Ты сволочь. Вот в этом вся основная проблема, что они нас будут замедлять. Псины. И нам нужно будет на них отвлекаться. Соответственно, мы будем продолжать активно мёрзнуть. Так, перематайся. Вон, собака, очень долго перематывается. Очень. Так, аккуратненько здесь. Оп. Оп. Наш трупик. Так, зомбя. Покедова. Так, здесь зверушку хапнули. Так, теряем хп по чуть-чуть. Смотрим. Здесь есть ворота. Отлично. Слушайте, мы реально выживем здесь. Разжигай, быстро, 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 быстро. Так, сейчас мы согреемся. Сколько у нас? 11 градусов всего лишь костёр даёт. Не то, чтобы много. То есть у нас, отойдя от костра, минус 19. В здании минус 20. Боже, он, бедная штрусица, вы посмотрите на него. Бедолага, живи. Всё нормально. Всё, в принципе, под кон... Ну, рывками мы можем. Мы можем, действительно. Подходим костру, сбрасываем об этот... Охлаждение. Обжёг, что-то не сказал. Потом заходим внутрь. Что здесь за задание? Нужен ключ. Так, найти... Это тюрьма, вы серьёзно? Найди ключ в других частях здания. Ок. Здесь я тоже мёрзный, правильно понимаю? Да. Абсолютно правильно. Так, здесь ничего быть не может. Мадам. До свидания, мадам. Я сомневаюсь, что ключ в холодильнике. Так, давайте запустим сообщение. Есть структуры хостелевых атаков в многих местах области. Это правосудия, которые проработаны от антагонистических сил в нашу среду. Это автоматизирование от К-23, Крайна-статчина. Сообщение о постоянных нападениях в придачу. Слушайте, ну короче, тем, кто пытался здесь выжить, явно всё было очень плохо с ними. Очень плохо. Так, записюлька. Ключ к полицейской станции? Хм. Меня смущает, что мне приходится туда-сюда бегать. Подождите. Ай, нет, нельзя обновлять. Нельзя, нельзя, нельзя. Это мы открыть не можем, всё ещё якобы ключа нет. Окей, двигаем дальше. Эть, что? И как я должен... Сом, у нас здесь выхода нет. Погодите, погодите. Сторочки с ним-то всё понятно. Непонятно тогда, если здесь ключа нет. Может он здесь? По всей видимости, нет. Так, где у нас перечень? Так, Prison Break. А, нам нужно вернуться в локацию Cartis Field North. И там мы найдём этот ключ. Найдите ключ в других частях зданий. Это очень хреновая затея, честно вам скажу. Но в целом нам ничего не мешает добежать обратно до антенны. Я эту дверцу сначала не заметил. Она меня смутила. Молясь. Так, Собакин, не вздумай. Второй Собакин далеко. Я по радару пытаюсь ориентироваться, где эти мрази стоят. Беда ещё в том, что я не знаю, где находится эта локация. Вполне возможно, что мы её даже не открыли. Вполне возможно, я это не отменяю. Буйк. О, резина. Отлично. Это хорошечно. Так, скидывай ресурс. Давайте карту подзырим. Так как там было... Вот. Cartis Field South. Соответственно, Норс у нас должен быть где-то здесь. Вероятнее всё. Но где он именно, понятия не имею. Меня смущает вообще сам факт, что мы ходим по этим замороженным землям. Это нашу ситуацию только ухудшает. В разы причём. Сейчас отогреемся, в общем. Побежали в обратную сторону. По идее, нам нужно выйти в диагональ и попытаться добраться вот сюда. Не знаю, что с этого получится. Мадам, мадам, потом, 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 потом поговорим. Лол, она меня потеряла за столбом. Тише, тише. Тише, бляха, как я обошёл столько собак. Так, здесь есть городок. Здесь минус 15, кстати. Не так уж и плохо. Бывало и похуже. Здесь костёр есть. Супер. Я только провтыкал, что это за локация. Название локации это Little Otter. Это точно не то. Это точно не то, что нам надо. Я боюсь, что просто эта локация, которая нужна нам в карте сфилд, логичнее всего, если она будет находиться где-то вот здесь. Чтобы это было прям Норс, а не Норс-Саус или Саус-Норс. Я вот за это действительно переживаю. Но в любом случае, нам придётся сейчас выживать и апаться, потому что суть заточена на исследовании мира. То есть, если мы его до конца не исследуем, мы ни хрена не получим. Как бы мы этого не хотели. Поэтому нам в любом случае нужно исследовать, а потом уже действовать как-то иначе. Окей, давайте проверять. Первое, что нам нужно? Резина, да? Две штуки. Товарищи, гоните резину. Ну, почему мы их не ваншотим просто так? Это было бы в разы удобнее. Хера у вас там набежало? У вас там спаун или что? Да, отведание. За ресурс спасибо. Да сбросите его, боже. Так, где-то от поля бы должны валяться шины, тем более на заправке. Так, на заправке стоит только жирный хрен. Здесь ничего. По факту здесь сколько? Несколько зданий есть, но некоторые из них в руинах. Так, телефон, батарея. Кстати, готовка. Мы теперь три ресурса можем юзать. Три яйца, пять рыб отсутствует, семь картошек отсутствует. Жаль, бургер, все вроде бы присутствует. Пять мяса, четыре пшеницы. Давай. Что это нам даст? Пять максимум хп. Ок. Лучше, чем ничего. Четыре, пять и раз за три, четыре. Cook and eat, please. Вкусняшка. Так, ягоды мы не собрали, яйца мы собрали, но нам их не хватает. Короче, надо будет еще две рыбки поймать и картошку где-то намутить. Картошка, может здесь? Морковь. Ок. Для того, чтобы, кстати, высадить морковь, нам нужно было тяпку апгрейднуть. Но к этому мы еще придем. Так, сейчас я быстренько проверю сами здания на наличие каких-то интересных объектов. Здрасте. Выходить будешь? Не, он дебил, я понял. Ноу. Ноу. Ну иди сюда, ну давай. Ты же хочешь люля, держи. Так, проверяем, что здесь лежит. Здесь опять холодилка, да? О, картофель, кстати. Правда, только один. Только один, но это лучше, чем ничего. Железо. Внезапно и очень приятно. Хрена там полосочка из зомби лежит. Красиво. Так, это здание мы сносим. Естественно, это мы прочекали. Тут слева еще какой-то домик есть. Так, добрый день. Заблочено. То есть зайти можно только к нему носом, так сказать, чтобы огребать сразу. Да что ж ты живучая такая скотина? Молодой человек, молодой человек, не теряйтесь. Здорово. Все, поломаю, но я до тебя доберусь. Свободен? Что, он меня потерял? Я тут. Лол. Ха, дебил. Нормально. Он нас просто потерял. Так, ящичек. О май гад. Омелет. Стрейфинг спид увеличивает. Нужны белые грибы. Блях. А я только один, по-моему, такой гриб нашел. И то. С большим-большим трудом. Так, что, еще морковь, еще пшеница. Окей. Так, это заберем, чтобы не мешало. Проход тоже открой. Есть, есть. Все открываем, чтобы я знал, где я чекал, где я не чекал. Конвестиционный люк, кстати. Но в него вроде не залезть. Так, есть заправка, да? А, вот там еще здание какое-то есть. Кстати, 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 последняя резина. И вон там еще одна лежит. Я не хочу обновляться. Вот в чем проблема. Я не хочу обновлять локацию. Ну ладно, зачистим. Тогда я уже добью до конца. Ой, там еще и зоровяк есть, да? Понял, принял. Так, здесь две мадам, радиохолодильничек. Здрасте. Тихо-тихо, зоровяка главное не зовите. Давайте мы с вами разберемся сначала. Отлично разобрались, мне нравится. Зоровяк пока постой. Мы к тебе сейчас придем. Мы сами к тебе придем. Так, кукуруза не лезет, естественно. Но мы ее потом запихнем. Так, здесь батареи есть, столы есть. Радио давай еще. Понятно. Это автоматический репортный центр К-23. Ой, зоровячок, иди сюда. Да твою мать. Давай. Давай в свою же лужу. В свою же лужу. Непослушный жаробас, а? Ах ты ж... Отлично. Я обожаю, когда он сам себя коцает, серьезно. Ай! Кляха сам наступил. Сейчас надо дальше стоять, потом к нему подходить. Так, отлично. Давай, 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 давай. Как он может испражняться таким говном, который его же и травит? Название этого города ему напоминает какой-то миф. Что? Наркоман, что ли? А ну прекращай. Так, здесь у нас еще товарищи. Что? Что? Как это произошло? Ну аж просто решил пройти мимо. Здрасте. Не надо так. До свидания. Так, у вас что есть? Резина еще, спасибо большое. Готовить мы пока ничего не приготовим. Помидорка, морковка. Здесь голяк. По карте у нас еще что? Две вымостки и все. Сейчас я, короче, всю вот эту локацию полностью зачищу. Надеюсь, беспрепятственно. Отойди от меня. Да, зачищаем всю эту локацию и двигаемся тогда... Ну там города больше. Там есть одно здание какое-то. Оно меня чутка смущает, но там уже прохладно будет. Достаточно прохладно, чтобы сдохнуть от холода, например. А мне этого не сильно хочется. Ладно, пока чищу. Так, материалы залутаны. Я думаю, настало время крафта. Поехали. Сейчас, тем более, ночь. Посмотрим. Так, левел ап. Файтер пятый, гэзер второй. 25% шанс получить экстра материал, когда собираем его. Это именно дикие материалы, я так понимаю, да? И срубл вэппен. Давайте, наверное, в атаку. Я все-таки верю в то, что если у нас будет атака, дай бог. Хоть она и против монстров. Но все равно нам это пригодится в любом случае. Так, меня смущает отсутствие наличия спального мешка. Но к этому мы сейчас вернемся. Так, апаем мачете. Так, дорогуша есть. 30 урона у нас теперь на руках. И спальный мешок. Что он от нас требует? У нас все есть. Дает еще и бонус в L-Arrested. Давай. То есть мы не просто спим. Мы еще и получаем баф. Сейчас проверим. Спать. У нас сейчас 9 часов. Давайте 8 часов поспим. Прикольно, что это время реально идет и зомбятом бегает, как дебил. А еще что смешнее? У меня нет мешка под собой. Ну ладно. Так, с этим разобрались. Что у нас еще по инвентам и крафтам? Магнифайзинг глаз. Достаточно дешевая штука. В принципе, можно скрафтить чисто, чтобы появилась еще одна тринка. А либо забить болт. Как вам такой вариант? Мне не нравится, что эксперт локпик написан 99 уровень. Меня это чуть-чуть смущает. Капельку совсем. Посипуську. Так, флешлайт. Ты же у нас являешься тоже, да, тринкой? Давайте флешлайт возьмем. Естественно, юзать мы его не будем. Монстр люр. Можно привлекать монстра в кучку, по всей видимости, да? Требует, кстати, кучу мусора, но это спешлайт. А, нам спешлайт не нужен. Не ради самого предмета, а ради их количества. Так, у нас сейчас, по идее, должно уже быть открыто два спешлайтема. Так, камоннетинг что нам дает? Эта тринка уменьшает еще видимость нас врагами. То есть повышает нашу скрытность. Ну, такое. Пока не впечатлили. Так, гироскоп. Требует 20 пластика. Стрейфы. Давайте гироскоп возьмем. Это будет четвертая тринка. Если я не ошибаюсь. Инвентарь проверяем. Да, у нас теперь два слота под спешлайтемы и два под тринки. Стрейф. Хотелось бы посмотреть, как это выглядит на самом деле. Я думаю, что мы даже не заметим, пока цели нет. Да, то есть мы стрейфимся же, когда цель присутствует. Так, цель, появись. Иди сюда. Ну, зафиксируй. Да, мы реально быстрее стрейфим. Но это не та тринка, о которой я мечтаю. Нам чуть-чуть урона не хватает, чтобы их шотать. Ёпра, Сатэ, ну что ж вы со мной делаете? Ты чё приперлся? Отошла. Так, выкинь каку. Ещё раз запускаем костёр. Так, значит, эту тринку мы не оставляем. Мы вместо неё давайте пока фонарик возьмём. Раз ночь. Чём бы нет. Так, по открытиям. Мы пришли к тому, что у нас открылся шок-абсорбер. 10% ускоряется наш кувырок. А зачем? Неизвестно. Так, это нам открывать смысла нет. Теперь из того, что нам действительно надо. У нас есть меховая шапка. Которая, блях, требует кожу опять эту сраную. Но. Она понижает получаемый урон. И даёт 10 градусов протекшена температурного. Поможет ли нам это? Нам это очень сильно поможет. То есть мы до минус 25 сможем бегать. Короче, я ведь думаю, что нам пора сейчас нахуй за животными. Есть ковбойская шапка. Она плюс 5 температуров защиты от жары. Звучит неплохо. Вообще гораздо лучше нам сделать эту шапку. Потому что она нас делает менее видимыми. И даёт больше защиту от дамаган. Ладно, в любом случае, сколько не хватает? 4. 4 нужно, чтобы затащить. Ну, сейчас проверим, на что мы способны. Вообще, по-хорошему. Я всё-таки сбегаю сюда. Есть велик шанс огрести. Блях, а там ещё очень много зомби. А здесь обойти не получится, нет? Кстати, вода не замёрзшая. Что очень странно. О, животинка. Вся печаль в том, что я животинку не догоняю. То есть мне всё ещё не хватает скорости. И, соответственно, вот эта вот беготня добильнейшая. Будет продолжаться достаточно долго. Либо же просто надо взять кинжал. Твою мать. Ну, давай уже, одумайся. Я тут уже мёрзну. Есть в жопу, а что только 20 урона? А, ну ж монстром там, по-моему, бонусный урон дает, да? Стоять. Одна есть. Одна мало. Надо побольше. Мы выдерживаем до минус 15, если я не ошибаюсь. То есть нам в любом случае придётся поднимать. Окей, в общем, двигаем. Двигаем медленно, уверенно. Я просто не хочу вот в эту драку вступать. Но, видимо... А хотя мы можем сбежать же просто. Ребятки, всем покедос. Всех рад был видеть. Среди вас скоростных никого нет, так что... Бай-бай. Бляха. Там мост. Дат видаде. Так, здесь у нас переход, как происходит. Здесь прямая тропинка. Главное сейчас просто не замёрзнуть до окоченения. И всё. Так. Вот это чмо мне малины может попортить. Умри. За дерево спасибо. Здесь, естественно, никакого обогрева не будет. Правильно понимаю? Wildness cabin. Здесь нихера нет. Так, я начинаю мёрзнуть. Сейчас я быстренько здание осмотрю. Ай! Там вроде бы что-то можно залутать. Сейчас, сейчас, сейчас. Холодос. Картофель. Отлично. Нам как раз на рецепт нужен был. А так мы здесь окоченеем к чертём собачьим. Поэтому текаем. К сожалению, место оказалось бесполезным. Поэтому сейчас нам нужно двигаться по хорошему к антенне. И от антенны... Почему я замедлился? Чё? Вот этого не надо делать. Ладно, хп теряю. Замедляться не надо. Так, здесь я могу проскочить. Хоп. До свидания. Ай! Да, меня замедляет урон всё-таки. Так, вы не против? Я здесь погреюсь чуть-чуть. А мы можем даже ребутнуть. До свидания. Так, ребутнули. Хп отрегенили. Всё. Нужно возвращаться тогда на станцию. Здесь мы уже ничего словить не сможем. Мне кажется, что нам всё-таки нужно будет в эту локацию двигаться. И там будет находиться Кёртисфилд Норс. Который мы сможем уже лутать. По-хорошему мы можем вообще сюда тпшнуться. Добежать сюда и перейти в эту локацию. Но, насколько я помню, там забор, который мы не можем открыть. Я могу ошибаться, поэтому лучше проверить. Сейчас, короче, туда добегу. Так, я тут, значит, собежал. Собака, почему ты не ваншоталась, тварь? Так, надо ягоды ещё собирать. Ягоды всё равно падают по одной. Ну и что мы их разбиваем, что мы их так собираем. Лежать? Отлично. Нашёл ещё один обелиск. Похожий на арену. Но пока неизвестно, для чего эти объекты. Наверное, я думаю, будет та же история, что была с камнями. То есть сначала непонятно для чего, а потом хренак, и мы находим для чего. Но это не точно. Я выбрал достаточно длинный маршрут. Но выбрал его не просто так. А как раз для того, чтобы мы могли налутать ягод. Для того, чтобы доделать всё-таки остаточные рецепты. Ай, рыба ещё ж нужна. Кстати, давайте я попробую всё так водоёму сходить. Водоём. Рыбку дашь? Рыбка есть, слушайте. Так у меня слотов не так много. Окей. Так, инвентарь. Добавь нам удочку. Закидывай. У нас же скорость рыбалки ого-го. Должна быть. Только не говори, что здесь нет рыбы, и мне нужно обойти с той стороны. Листок. Гуд джеб. Мы, кстати, почти тринадцатый уровень уже получили. Да ты серьёзно, рыбак ты не доделан. Ёпрес-эте. Так, первая есть. А нам сколько? Нам две, по-моему, не хватало, да? Или две, или четыре. Да ёпрес. Талант, я же говорю талант. Отлично, ты просрал спот. My congratulations. Так, грибы. О, мухоморы, здравствуйте. Так, а что у нас здесь? Сейчас, где мой мегамеч? Умри. Спасибо. Так, здесь мы долго выскаться не будем. Ещё овощи, те, которые на мне лезут. И специи, бляха, муха. Печёт, 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 печёт. Но мы точно можем древесину выкинуть. Специи однозначно нужно забрать. Морковь ещё хрен с ней. Так, здесь же есть духовочка. Ну-ка дай. Так. Рецепты все повязаны на э-эчках. Нужно ещё четыре ягоды. Ещё одна рыба. Это хреново. Где вообще нахожусь? Ага, здесь мы были. Здесь есть костёр рядом. Здесь есть костёр и продолжение водоёма. Почти ваншот. Так, до свидания. Ягодки давайте. Ещё раз попробуем здесь рыбку половить. Давай-давай-давай-давай. Юный рыбак, ёпперсоты. Так, поймай ещё хотя бы две штучки. Давай, я в тебя верю. Красава. Ещё чуть-чуть. Молодец. Ну и третий уже. За здравие, так сказать. Молодец. Ну давай уже до конца места добьём. Раз уже сели рыбачить, то давай уже добьём. 140 экспо. За одну рыбку. Всё. Всё. Моё уважение. Так, возвращаемся к печке. Духовочка моя. Дай-ка мне, пожалуйста, похавать. Бляха, как вы меня раздражаете. Вот эти вот понаставляют мебели. Хер пройдёшь. Где дизайнер интерьера у вас был в момент, когда вы это всё делали? Так, картофель у нас есть? Есть. Яйца есть. Раз, два, три. Стоп, картофель последний. Рыбы должно быть пять. Мы даже с запасом наловили. Так, за это мы получим пять макс хитпоинтов. Давай. Гуд джоб. Так, теперь задача с ягодами, яйцами и грибами. Это, скорее всего, затянется чуть на подольше, но посмотрим. Посмотрим, как пойдёт. А где у вас тут костёр? Костёр, костёр, костёр. Давай. Забирай вот эту каку. Сейвиться мы, наверное, не будем. А хотя будем, надо шапку сделать. Хотя сейчас она мне не нужна. Сейчас глянем. Сейчас глянем, сейчас глянем. Так, по шапкам. Мы можем скрафтить две шапки. На эту не хватает одной кожи, к сожалению. Колбойскую шляпу для того, чтобы бегать вниз. Либо скрытную. Давайте я вот эту скрафчу, потом добью ещё. Потом. Когда-то очень, очень нескоро. Добью ещё и сделаю... Ох ты ж ёб, парасет. И сделаем шапку на обогрев, чтобы бегать в зимнем биоме. Пока мне и так вроде бы норм должно быть. Так, наша задача дочекать вот здесь, что с выходом. Если выход там открыт, то всё very nice. Если нет, то придётся придумывать, как его открыть. Всё очень просто. Так, зомби, зомби, потом, потом. Я пытаюсь всё-таки чуть-чуть задевать сторону леса, чтобы мы ягодки дособрали. По чуть-чуть здесь шастаю. Так, тут огромное... Да, 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 поселение, которое я не лутал. По-моему, тут просто огребли чуть-чуть. И я чуть надавал. И пришлось отсюда текать, как всратый. Но здесь есть костёр. Это хорошо. Так, там здоровяк какого типа? Ага, ага, ага. Я вас понял. Идите сюда. Да. Шо вы как клоны? Так, уйди. Свободен? Давай, давай, давай. No. Тебя спазнак. Запомни. Тебя просто спазнак. Так, выкинь каку. Погнали, погнали, погнали. Там должен быть здоровела. Ух, ни хера, сколько здесь. О, здесь ярмарка была. Здесь очень-очень много... ...фарфора. Я желаю вам, чтобы выжить. Мы будем эмерзироваться от этого сильнее, чем никогда. Да, 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 да. Это автоматизирование центра К-23, Краун-станция. Давай, 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 давай. Твою мать! Стул проклятый. Ох ты ж, бляха, какой же ты косорылый, а? Ме, задел-таки. Что? Я резал его труп? То есть он уже умер, а я продолжал его резать. Неплохо. Очень даже неплохо. Так, вот что нас интересовало. Слышу. Отойди. Чё? Покасательный задел. Так, здоровяк, иди сюда. Давай, one by one. Сейчас меняем на кинжал. Иди сюда, говно. Чувак, я не могу так быстро уклоняться, как ты пытаешься меня месить. Одумайся. Мя! 19 хп. На, кинжал в рот. Кинжал в рот и всё пройдёт. 300 хп. Вот что, по-вашему, лучшее? Словить две рыбки, получить 300 хп? Либо месить вот это говно, которое нас шотнуть почти может. Фу, гадость. Так, дайте я перемотаюсь на всех, пожалуйста. Перемотайся, я бля. После боя мачеты не махают, так что успокойся. Так, 28 хп, отлично. Вообще здесь лутать не перелутать, честно говоря. Но это уже совсем другая история. Так, проверяемся, проверяемся, проверяемся. Да, здесь просто закрыты ворота. Мне что-то подсказывает, что здесь есть определённая схема, по которой выстроены переходы из локации в локацию. То есть я не могу с этой локации попасть сюда, пока я не пройду вот эти две локации. То есть чтобы мы исследовали весь мир, постепенно они рвались чисто по заданию. То есть мне кажется, что в этом есть логика. Но я могу ошибаться. Я ведь тоже человек. Тут меня больше смущает ситуация, потому что мне кажется, что всё-таки вот здесь есть мост. Потому что здесь как раз, видите, выпуклая часть, идёт дорога и прерывается, так как у нас не открыта локация. Но локация здесь есть. Скорее всего она небольшая. Наверное, где-то вот так располовинена водой. Но суть остаётся сутью. Туда нужно будет сбегать. Короче, мне в любом случае нужно поохотиться на животных. Собрать достаточно кожи для того, чтобы сделать себе утепляющую шапку. И уже с ней, я думаю, мы без проблем будем по этим зимним биом ходить. И ни в чём себе не отказывать. Но вот это неприятно. Это факт. Это неприятно. Просто ворота, которые мы хрен откроем. Окей, ладно, я пока здесь полутаюсь. Во, вот это то, что я говорил. Я уничтожу поддон и всё, что было на нём, сломалось. Короче, я здесь пока полутаюсь, чтобы это место как бы не пропало зря. Насобираю кучу лута, отправлю его в сундучок. И направимся тогда... Кстати, а куда ж мы-то направимся? Ну, у нас два варианта. Либо идти сюда, переходить дальше по локациям вниз. Хотя здесь, по-моему, тоже закрыты просто ворота, и мы ничего там не сделаем. Короче, потыкаемся в разных местах. Проверим, где мы сможем пройти. Ну и однозначно нужно будет вот сюда вернуться, потому что я тогда завтыкал посмотреть. Но здесь прям вот дорога ведёт, куда надо. Возможно, мы в эту локацию без проблем пройдём. И возможно, кстати, что здесь будет находиться Кертисфилд Норс. Но это не точно. Хорошо, ребятки, пока же делаем с вами небольшую паузу. Спасибо большое за просмотр. Не забывайте комментировать видео и, конечно же, нажимать на колокольчик. И мы с вами встретимся уже в следующем эпизоде. Пока-пока.